Сяду-ка я на этого льва во внутреннем дворике Феодосийского музея древности Каждый уважающий себя феодосийский ребенок Провел на нем свое детство Поэтому он такой отполированный И скажу вам вот что Меня очень порадовала Феодосийская набережная Она такая торжественная, такая чистая Такая красочная Такая изящная, такая современная Сюда не пускают автомобили Здесь могут ездить только белые электромобили Здесь много новых ресторанов и кафе Мы приехали сюда в день города Когда во внутреннем дворике Музея древности Открылась художественная выставка Под названием Ку-ку Дело в том, что два года назад Здесь во дворике был обнаружен камень С такой надписью Ку-ку И никто не знает, сколько лет этому камню Когда он был привезен сюда Потому что камни для мощения этого дворика Собирались со всего города Может быть это было во времена Айвазовского Эту надпись Ку-ку Ее стиль, ее начертания Художники оставили как свой логотип Через некоторое время Вот еще пройдет третья, четвертая выставка И уже словосочетание Ку-ку Будет у многих ассоциироваться И с выставкой феодосельских художников В феодосельском музее древности Смотрите, какие замечательные куклы Какие живые куклы Какие у них замечательные лица Кажется, вот-вот они начнут говорить И спрыгнут со своих подставок И будут ходить между нами Можно вглядываться в их лица бесконечно Я их даже немножко боюсь Но больно умные и осознанные И каждая есть что сказать Их автор Людмила Московская Она работает завхозом в местной художественной школе Не знаю, удивительно Они просто как настоящие люди, только маленькие Ну, у них свои характеры Абсолютно То есть у каждой И я даже знаю, с каждой о чем разговаривать Только у них имена такие Вы им дали такие удивительные имена? Ну, это не столько имена Сколько, может быть, характера, что ли Потому что, если я говорю, стимбанк Это целая субкультура, правильно? Ну, это в виду вот этого парня Или это девушка? Ну, это девушка Но совершенно потрясающе Это крымский каперс А мне очень нравится И цветы у него, кстати, красивые Хотя они казистые На горах, когда мы проезжаем Они не очень заметны, да? Вот эта удивительная осень Вот эта вот девушка, которая сейчас Просто, мне кажется, возьмет и улетит Подгоняемая ветром Ну, вот так я вижу крымскую осень Я ее очень люблю Мы осенью много ездим на мотоцикле По Крыму Потому что дети выросли И мы поняли, что мы упустили массу времени И нам теперь хочется все посмотреть Потому что места, которые мы видели 30 лет назад Выглядят по-другому уже сейчас И вот осенью мы очень много ездили И вот такую вот я ее как раз и видела Эту осень Скажите, ну как? Неужели это все возможно сделать в технике папье-маши? Неужели это все бумага? И вот та тончайшая рука – это бумага? Неужели? Бумага, конечно Берется просто маленькая тоненькая проволочка Обматывается бумагой с клейстером А потом прикладывается еще один пальчик И так в результате потом получается рука Интересно То есть они просто вот маленькие люди Little people У Мараками есть такие герои в одном из произведений А вот это прекрасное создание Вот в этом удивительном платье Это майское утро Майское утро Светлое, мягкое С голубями, с цветами А вот эта дама Я прямо вижу складки на ее одежде Вот она волосы поправляет ветерок Потому что дует Это твоя бабушка? Да Невероятно Невероятно молодеют бабушки А скажи пожалуйста Как ты себе представляешь ученого? А это тоже твоя бабушка? Ученого? Да На набережной очень удобное место для проведения мастер-класса Музей уже проводил такие Например, по письму на листах глиняной книги Или изготовлению папируса Хорошо здесь чувствуют себя и исполнители авторской песни и их ученики Здесь среда такая открытая позволяет зрителям перемещаться, общаться с художниками То есть здесь такая живая обстановка общения И в общем-то можно и в этой среде можно познакомиться с художниками С его творческими планами, поисками Для вдохновения сюда ходят художники и остальные посетители Понимаете, у нас же нет коллектива, мы же вот индивидуалисты, а выставка вот позволяет Это вроде как профсоюзное собрание художников Прекрасно провести время А потом, если ты что-то сделал, нужно же показать У вас потрясающий гранат Вы точно так же можете и инжир, вы точно так же можете и абрикосы, и приплюснутый персик, и все что угодно Линю можно сделать, и все что угодно можно сделать Конечно, стилизацию художник по-своему видит, делает керамику и вдохновляется природой Да, абсолютно крымское решение, я бы сказала И баран опознаваемый, опознаваемого новичка и баран Это керамика, да, керамика вот так Обалдеть, а почему она такая тоненькая, почему она такая легкая? То есть, делается модель, потом снимается форма, и уже отливается, она просто делается Потом дорабатывается, она в том же, только немножко меньше Вы знаете, они смотрятся как барана из бронзы, да, хороша Девочкам в стиле Я теперь поняла ваше предпочтение, Александр Нет, нет, вы не думайте, что я вот как бы падаю на такие объемы, как майоля и таких великих художников Нет, есть и тонкие вещи И это тоже глина? Да Да нельзя сказать, что это глина В жизни не признать, что это глина Боже, какая легкая Боже, она почти как, она невесомая, как шелк практически Какая она легкая А как вы добиваетесь этого? Можно мы, можно мы не будем об этом говорить? Они пустотелые, они пустотелые Когда делается модель, она тяжелая, она тяжелая, ну, монолитная А когда уже снимается форма, идет пустотелость, все, поэтому легко Фигурки покрыты тонированным воском, поэтому так выглядят Это дерево, это кераник? Это дерево, да Это дерево, да То есть, я так понимаю, что это двойное благополучие Лягушка на... Это тоже мой, да Это вот как раз в доме и полное, полное благополучие Я вас уверяю Кто это? Это улитка воин Это улитка, это улитка как раз по теме Вот она, видите, вот такая вся в камуфляже, да С этим самым в каске, такой в каске И вот она как бы живет своей жизнью И охраняет наш крымский мир от всяких садомитов Картины, выглядывающие за роз Где вы еще такое видели? А если смотреть издали, то получается примерно так Вы не сразу понимаете, где заканчивается живая роза И начинается роза, изображенная на холсте Честь музею древности делает любая из работ, представленных на этой выставке Здесь такое празднично, натюрмортно, флористически, фантастическое настроение И только вы один принесли сюда серьезную картину, да Под названием «Альминская долина» Которая посвящена вот этому драматическому событию Когда англичане с французами Им вот это сражение принесло, к сожалению, победу Там большие жертвы были среди нашей армии Знаете, вот на вашей выставке можно сказать Какие мы разные И все-таки мы вместе Город бы только выиграл, если бы была постоянная выставка феодосических художников Вообще-то да Но, к сожалению, на постоянное нам здесь никто дворик этот не даст Очень жаль Да, никто не даст, это точно Ой, тут так благостно, так хорошо Слушайте, знаете, я что поняла сегодня? Что аккуратная набережная, цивилизованное отношение к побережью вообще И картины художников, живопись в феодосии побеждают шаурму Ура! Да, это точно Ура! Сегодня это вот очевидно, то есть не дать мне взять Все-таки что-то происходит с нашим обществом И вот это заметно вот на таких событиях Дворик выходит на проспект Айвазовского Там мы и будем проводить свой мастер-класс по акварельному рисунку Улица, кстати, сменила уже два названия за последние сто лет Сначала была Екатерининская, потом улица Ленина Теперь это проспект Айвазовского Вдохновленные видом феодосийской набережной А также выставкой, которая проходит в античном дворике музея древности Мы решили провести наш собственный мастер-класс Это будет мастер-класс по акварели И тема работы задается сегодняшним днем Вот и этой самой картинке Тема акварели – это летняя феодосия А вести мастер-класс будет известный в феодосии мастер Художник, директор художественной школы феодосийской имени Ивана Айвазовского Виктор Иванович Ключников Здравствуйте, Виктор Иванович Здравствуйте Лето, люди гуляют, отпуск, тепло, солнце светит День города Удивительное растение здесь у нас на Петербурге И тема, соответственно, крымский летний пейзаж Скажем так, пейзаж бульвара Айвазовского Не случайно говорят, феодосия – город художников Это действительно так Знаете, то же самое о себе может сказать Коктебель То же самое о себе может сказать, я так думаю, Гурзо Однозначно, потому что эти все места Насколько уже как бы стали некой для всех художников В свое время, начиная с незапамятных времен Российские, вот санкт-петербургские, московские художники Приезжали в Крым почистить палитру, то есть почистить глаз Увидеть вот этот цвет совсем другой Не такой, как в Санкт-Петербурге, как в Москве Вот я буквально в прошлом году Да, краски незамутненные Акварель, с чего начинаем? В живописи ничего сложного нет Просто берешь нужный цвет, кладешь в нужное место Вы участвуете в нашем мастер-классе? Нет, я не уверен Мы вас научим Это будет мастер-класс по акварели В честь Айвазовского Ну, садитесь, идите Это будет, ну, исключительный день вашей жизни Вы вообще чем по жизни занимаетесь? Да, как сказать Да, всем подряд Ну, например В общем, всем, что кормят, понятно? Ну, да, был водителем когда-то Потом был начальником Чего? Судя по этому Участка Предпринимателем был Да, кем только не был Не перечислить Минут, посвященных творчеству, конечно же, не было Как и у Андрея из Подмосковья Наверное, бы не решился принять участие в мастер-классе Если бы не дочка Лиза Папа будет сидеть, а ты ему будешь помогать Виктор Иванович призывает наших студентов Сначала изобразить основные контуры Будущего акварельного рисунка карандашом В принципе, художники где-то по наитию пишут, но потом с линейкой гармонию проверяют Сходятся Я знаю тысячи художников, ладно, сотни художников, которые ни с какой линейкой не проверяют Просто пишут и все Они пишут, да, это потом уже их проверяют А как научат, так они сейчас и будут делать У меня подруга никогда не брала кисточку в руки Нарисовала Коктебельский залив Кисточку взяли, макнули, в море макнули бумагу И по-сырому сделали акварель До мастер-класса с вами я была уверена, что берешь не карандаш, а берешь краски и тут же рисуешь Ну, в данном случае здесь пейзаж такой несколько, скажем, для простого вот такого начинания сложен Поэтому лучше наметить карандашиком Ага Да Вы просто не верите в то, что они сразу пойдут по правильному пути Я давно не видела такую миролюбивую картину Трое взрослых мужчин собрались вместе и с удовольствием, с улыбкой до ушей Пишет проспект Айвазовского Более умиротворяющую картину я видела, ну, могла бы видеть Разве что где-нибудь в гостиной, где за овальным столом, они бы все вместе ели овсяную или манную кашу Ну, очень симпатичное трио Тут стали отвлекать наших студентов дети из оздоровительного ладья Орленок Они спешили показать свои флешмобы, празднующие день рождения Феодосии Когда вы их успели вообще научить, это же всего лишь смена Они у нас очень способные, они у нас самые лучшие, так что они все умеют, у нас они самые-самые Это дети со всей России или только из Крыма? Да, из Архангельска, из Крыма, со всей России А скажите, как вам вообще вот этот проспект? Вас как зовут? Меня зовут Анна Мария, мне очень нравится Вы откуда сами? Я сама из Западной Украины А почему вы работаете именно в этом ладьбе? Я работала в нем в прошлом году, я обучаюсь в Крыму, учаюсь, я работаю здесь волонтером Скажите, вот в чем прелесть вообще вот этого проспекта Явазовского, как вы думаете? Он очень живой, он очень необычный, здесь кипит жизнь Видно его внутреннее состояние этого проспекта И это все меняется, на ваш взгляд, хотя бы в той части, что касается набережной? Да, она стоит более живой Красиво очень, у нас такого архангельска не видишь Я тебя понимаю, а как вот ты бы, если бы рисовал эту улицу, ты прежде всего бы что нарисовал? Ну, наверное, вот этот белый дом Это музей древности Ну, вот смотрите, вот уже стало проявляться что-то, да? Что бы вы сюда добавили? Домик Можно солнышко немножко посветлее сделать Шпейзаж, шпейзаж Да, да, как ты догадалась? Ну, не знаю Не похоже Володя Как тебя зовут? Лида Лида утверждает, что не похоже Ну, не факт, но должно быть похоже Ну, я вот что-то вот это деревья не признаю Это вон те, да? Шелковица А, это шелковица, и что еще? Вот это одно, то другое Ну, вот это намного лучше Это вообще первый класс, нулевой класс Вот видите, сколько людей, столько мнений Импрессионисты – это лучший шик, модерн Ага Лучше всех А как вы думаете, это импрессионизм, вот все, что сейчас происходит? Вообще, да Да? Можно отнести к этому Вот эта беседка, посмотрите, вот то, что получается у Владимира, да? Это вот точный импрессионизм Смотрите, какая у него почти воздушная беседка Я ее уже опознаю А это всего лишь... Смотрите, это всего лишь лавка с сиропом и с квасом А выглядит у него она, как пляжная терраса Как это назвать, если не импрессионизмом, верно? Конечно А сколько вы сами учили живописи? А я всю жизнь учусь Это процесс неостановимый, это постоянно Вы рисуете, может быть, свою мечту, какой бы вы хотели ее видеть, правильно? Возможно То есть, какой она была, возможно, в 50-е годы? То есть, вы просто живая машина времени, точнее, ваш рисунок Так? Да, меня больше всего расстраивает, что здесь же был золотой пляж целиком А его же весь засыпали, весь уничтожили И чтобы нормальный пляж найти, надо ехать, аж за береговую Уничтожили природу просто Ну, так надо было Ничего не поделаешь Поняла Так было надо Ну, мне кажется, что и укрепили берег ведь одновременно Ведь что лучше, иметь набережную, либо иметь просто золотой песок, который уходит в море? Ну, кто ее знает Наверное, так лучше было Ну, песок сам по себе, его же нельзя просто насыпать Его же, люди же у нас не понимают, что его не надо оттуда на ногах выносить Они его вынесли бы сюда, просто весь перетаскали, поэтому галыша и насыпали Да хорошо, если на своих подошвах, а только они бы на грузовике его и на даче И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь Раз, два, три, пять, шесть, семь, восемь Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь Спасибо милиционеру, который вас охраняет, правильно? Конечно Он с вами пришел с самого начала из лагеря? Он с нами всегда Везде, и на пляже, и в лагере Когда к вам прикреплен милиционер? Они живут с нами. Мне это нравится, честно говоря. Как тебя зовут? Максим. А ты, Максим, давай подойди и скажи, тебе понравилось, что наши мужчины изобразили? Да, очень. Скажите, что вы можете сказать? Вот Владимир и вот Андрей. Они никогда до этого не рисовали. Ну, я думаю, что у них еще все впереди. Вот так. Вообще так нежно, мне нравится. А что вам больше нравится? Андрей или Владимир? Это мне нравится. А почему? Владимир, 2-1 в вашу пользу. Больше нюансов, а там слишком конкретно. Зато как ярко, как ярко у Андрея, смотрите, как сочно. Нет, не знаю, мне вот это больше нравится. А вы такая самоматовая женщина, наверное. Наоборот, я вот пишу вот так, а хочу вот так. Я в последний раз рисовал в детском саде, тем более акварельный. А теперь скажите, вы чего больше получаете удовольствие от процесса или от результата? Мне хотелось бы, конечно, чтобы это выглядело достойно. Но вот оно есть, как есть. Результат, как результат. Дорогая. Ребенок мой рад. Вот и все. Какую ты оценку ставишь папе? Пять с плюсом. Какой же на папе еще может поставить? Даже если бы тут крестики-нолики были. То есть ты бы боролась за то, чтобы эта картинка висела у тебя в спальне? Конечно. Вот за сколько бы вы купили эту картину? Рублей пятьсот. Рублей пятьсот. А вот ту? Тысячу. Ну а третью вы за сколько купили? Рублей за пятьсот дали. Нет, мне вот середина понравилась. Вообще середина понравилась. За сколько бы середина купили? Ну, тысячу. Тысячу пятьсот. Тысячу пятьсот уже крайне ценовое, да? Нет, тысячу. Тысячу все-таки. Видите, выше тысячи не поднимается. Творчество присутствует. Тем более в такой праздник, как сегодня. День города, оно настроение чувствуется, поэтому и такие спокойные окраски. Значит, все спокойно у нас, все нормально. Особенно чайки у Володи, это что-то. Что вы успели понять за это короткое время? Пора брать кисть в руки. Мы ждем его теперь в студию для взрослых. Вот можно начинать с нуля и вот достичь приблизительно таких результатов. Ты подвержаешь, что никогда не продашь эту картину? Нет. Никогда. Это вообще самый классный вид обучения. Когда совершенно рядом и следуя за мастером, за его кистью, можно что-то вот видеть, научиться. Здорово мне, ну мне нравится. Ну, у каждого, видишь, у каждого свой взгляд. И все равно получается совершенно по-разному. Вот удивительно, один пейзаж. Мастер-классы – это очень здорово. Это очень. И мне нравится. Ну, они все талантливы. Вам просто повезло. Рисуйте свои любимые улицы. Становитесь от этого счастливыми. До встречи. Спасибо. Иногда людям кажется, что все уже позади. Или что позади возможность обучиться чему-то новому. Эта грусть, разумеется, напрасна. Мы о новых возможностях, которые раскрываются в любой момент, когда вы захотите, рассказываем в наших программах. Ну, а следующий мастер-класс мы проведем на набережной Салгера, на нашем любимом месте, возле музучилища. И, кстати, тема будет для пессимистов, которые готовы стать оптимистами при удобном случае. Я имею в виду для тех, кто недоволен возможностями своей памяти, но, тем не менее, готов к ее тренировке. Итак, наш следующий мастер-класс по мнемотехнике или технике быстрого запоминания. Если вы сегодня утром, как всегда, забыли, куда положили ключ или кошелек, или зонтик, а тем более, если вы вышли с работы и забыли, где стоит ваша машина, то, наверное, этот мастер-класс для вас. Я познакомлю вас с нашим мастером сегодня, с нашим наставником. Это Денис Велегодский. А мастер-класс будет у нас о мнемотехнике. Возможно ли научить мнемотехнике за то короткое время, в котором мы обычно находимся здесь на набережной? Здравствуйте. Здравствуйте. Конечно, мнемотехнике можно научиться самым Азаму очень быстро, но дальше зависит от того, как часто вы будете, как регулярно заниматься, тем больше навык будет развиваться. Ну, чемпионы занимаются каждый день по 4-5 часов, и это позволяет побеждать на чемпионатах мира. То есть есть даже чемпионаты мира по мнемотехнике? Обязательно, обязательно. Очень популярные, они проводятся каждый год, и со всего мира съезжаются и китайцы, и американцы, и европейцев много, и соревнуются индусы тоже. Каждый человек может развить в себе такие навыки. Итак, для начала, я так понимаю, что нам нужно попросить написать несколько слов, чтобы люди, которые идут по набережной, написали несколько слов на этой доске. Ну, дело в том, что мнемотехника применяется для различного рода запоминания. Можно запоминать практически все. Но самые простые уроки начинаются с того, чтобы запоминать слова, набор несвязанных слов, цифры, и попробуем сегодня запоминать имена людей. То, что на практике очень хорошо может пригодиться. То есть, я так думаю, что как бы с точки зрения дипломатической вообще умения жить в обществе последнее, наверное, самое важное. А вот насчет цифр тоже очень важно. Хотя бы дни рождения, помню, твоих родных, близких, знакомых. Вот как вы думаете, так устодиевская парочка согласится? Или они заняты, их эмоции отличены на другое? Я думаю, что да. Гормоны будут перекрывать доступ крови в мозг, и они будут думать не о том. То есть, нам еще нужно найти людей с гормональным балансом. Задача усложняется. Окей. Володю, отдыхающего в парке, и многих других милых людей, спокойно гулявших по набережной, мы попросили написать по 10 любых слов. Тех, что в тот момент пришли им в голову. Мастер-класс по запоминанию слов. Мы хотим просто попросить вас написать любые 10 слов. Какие вы хотите на этой доске? Слава. Спасибо вам. Спасибо. Как вас зовут? Наташа. Вы так красиво целовались. Мы давно такое не видели на набережной. Давно. Ничего, что мы сняли вас? Так красиво. Мастер-класс по запоминанию слов. Ух ты, я снялась. А чем занимаетесь по жизни? Ну, разные. Ну, например? Недвижимость. Здорово. Приходится многое запоминать? Да. Сколько? Адреса, явки. Да. Можете даже имена писать какие-то. Квартира. А как вы вообще характеризуете свою память? Как характеризую? Вот как вы, довольны ей? Нет, недовольны. А что происходит с нашей памятью? Как вы думаете? Утрачиваем. Мы же ее не тренируем. Вот я и о том. Знаете, в детстве тренировали, хоть стишки учили. А потом что наступает? Ну ладно, особо сознательные там иностранные языки учат. Да. А особо не сознательные? Вообще ничего? Да, согласна. И что потом происходит, допустим, к осени нашей жизни? Вообще теряем память. Вот. Поэтому. Вот мы и решили этот мастер-класс провести. Угу. А любовь в данном случае вы имели в виду... Пусть это будет имя. Имя. Окей, спасибо. Вы сами. Угу. Еще. Удачи. Какое хорошее слово. Вот этот молодой человек, его зовут Денис, он стоит рядом с вами. Да. Он тренер, по мне, эмо-техники. Он совершенно уверен, сколько бы мы ни написали слов, он сегодня сможет людей научить их выучить за пять минут. В следующий раз вы увидите, удалась ли тренеру задача и успешно ли оказались ученики на набережной. До встречи в программе «Набережная», где опытные наставники делятся своими навыками и напоминают нам, что лучшее место, куда можно и нужно инвестировать средства в такие непростые времена, как сейчас, это мы сами. Наши знания и умения. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова